Сначала человек забывает слова, потом забывает, когда день рождения у сына, и потом теряет интерес к тому, что раньше приносило радость. Сегодня поговорим про деменцию. Это тяжелая болезнь, но есть и хорошая новость. Ее можно предотвратить, если своевременно заняться своим здоровьем, и приостановить, если деменция уже началась. С вами доктор Длин, и сегодня я расскажу о причинах возникновения деменции и дам советы, как же остановить ее развитие. Деменцию еще называют старческим слабоумием. Несмотря на то, что бывают случаи ранней деменции, в основном болезнь поражает людей старше 65 лет. Итак, давайте начнем с причин возникновения деменции. Самая известная и одна из самых распространенных – это болезнь Альцгеймера. Очень часто деменцию и Альцгеймера вообще используют в качестве синонимов. Но болезнь Альцгеймера – это причина, а деменция – следствие болезни. Болезнь Альцгеймера – это заболевание, при котором в головном мозге накапливаются токсины – бета-амилоид – отходы жизнедеятельности нервных клеток. Нервная клетка гибнет вследствие отравления ими и отравляет ближайшие к себе клетки. Пятно погибших разрастается, что мы можем видеть на снимках. Из-за этого мыслительные способности сначала ухудшаются, а затем, к сожалению, вообще затухают. Чтобы было понятнее, давайте разберемся на примере желудочно-кишечного тракта. Мысли – это пища для ума. Они поступают в мозг так же, как пища в желудок. Перерабатываются, тонкий кишечник всасывает все полезное, а отходы выводятся наружу. Если нет, мы получаем запор и интоксикацию, как следствие. Также и с патологическим белком. Это отходы, которые не были выведены наружу и стали отравлять ближайшие клетки, поражая отделы мозга, отвечающие за память. По данным ВОСН, на Альцгеймер приходится фактически от 50 до 70 всех случаев деменции. Ставьте лайк, если не знали, что это два совершенно разных заболевания. Рисков возникновения у Альцгеймера много, и часто они влияют комплексно. Это регулярно повышенное давление, неправильное питание, плохое качество сна, особенно отсутствие коротких поверхностных фаз сна. Это именно та фаза, когда очищается, но не отдыхает мозг. Вредные привычки, хронический стресс, сердечно-сосудистые заболевания тоже могут влиять на возникновение болезни. Наше тело так устроено, что с 20-летнего возраста в мозге снижается скорость обработки информации. Звучит не очень, особенно сейчас, когда когнитивные навыки – это то, за счет чего живет и зарабатывает большинство людей. Но природа уже давно создала для нас лучшего помощника. Есть одно растение – это дерево, чьи листья содержат в себе больше сотни полезных веществ, которые активно влияют на работу памяти и мозга в целом. Экстракт этих листьев улучшает кровообращение и поднимает концентрацию, а также несет в себе антиоксидантные свойства за счет содержания прантоцианидинов и флавогликозидов. Выговорить сложно даже мне, но на работу памяти влияет очень здорово. И это растение – гингобелоба. Гингобелоба улучшает работу мозга, устраняет головные боли и головокружение, помогает при стрессе и замедляет старение мозга. Кроме того, компонент повышает эластичность сосудов и расширяет их препятствия образования тромбов, а также служит профилактикой бронхиальной астмы, инфаркта миокарда и атеросклероза. Это также находка для пожилых людей, потому что регулярное применение гингобелоба тормозит процесс старения, улучшает слух, зрение, моторику, память, устраняет сосудистые нарушения. Употреблять гингобелоба можно в форме БАДов. И, например, для своих родителей я выбрал вот такой вариант. И хотя БАД не является лекарственным средством, лучше покупать у проверенных поставщиков. Тем более у них часто бывают приятные бонусы. Вот и в этот раз мы совместно с Чиколаб дарим вам скидку 30% на всю продукцию по промокоду ДЛИН. Поторопитесь, промокод действует 20 дней. Переходите по ссылке в описании, добавляйте гингобелоба в вашу корзину, а затем применяйте промокод. Заботиться о здоровье никогда не рано. Считается, что у женщин риск заболеть выше, но тут статистика работает немного не так. Дело в том, что женщины живут дольше, соответственно, больше женщин доживает до 65 лет. Поэтому и заболевших среди них больше. Вторая причина деменции связана с физическими повреждениями мозга. Например, инсульт может стать причиной развития сосудистой деменции. Атеросклероз, хроническая ишемия мозга, артериальная гипертензия, острое нарушение сердечной деятельности. Все это тоже возможные причины. И комплекс всех этих факторов повышает риск развития деменции. В случае с деменцией очень многое зависит от вашего образа жизни. Регулярная гимнастика, правильное питание, хороший настрой улучшают качество жизни и ее продолжительность. Я снял короткие видео, где показываю вам упражнения на любой случай. Делайте их вместе со мной каждый день и будьте здоровы. Причины разобрали. Давайте теперь поговорим о симптомах. Первый симптом, который всех очень пугает, это проявление забывчивости и рассеянности. Тут важно понимать, что на забывчивость влияет много факторов. Некоторые по природе свои такие, и оставить телефон в холодильнике для них обычное дело. Бывает, забывчивость проявляется после бессонной ночи или после длительных умственных нагрузок. Это все, конечно, здоровье тоже не помогает, но бить тревогу здесь не стоит. А вот если раньше у человека таких сложностей не было, а тут вдруг стали появляться, это уже может быть симптомом. И тут важно наблюдение. Второй признак – нестабильная изменчивость настроения. Вот был спокойный человек, а тут вдруг вспышки гнева или наоборот радости. Излишнее ребячество, возросшая сексуальная активность – это все тоже относится к симптомам, потому что свидетельствует об изменениях в работе мозга. Дальше ухудшаются когнитивные способности, ухудшается речь, тяжело сформулировать идею, донести смысл. Появляются проблемы с повседневными действиями. Человек может забыть умыться, переодеться. Потом уже человек может теряться на улице, а после даже в своей квартире. На последней стадии пациент перестает узнавать своих родных и близких. Каждый из нас в той или иной мере подвержен риску заболевания деменцией. Давайте разбираться, как же можно предотвратить ее появление и замедлить развитие болезни. Тут важно понимать, что-то одно не сработает. Нужно подходить к заботе о себе комплексно. Не получится просто бросить курить и точно не заболеть. Это, к сожалению, так не работает. Так что же вы можете делать, чтобы уберечь себя от деменции? Во-первых, вести здоровый образ жизни. Отказ от курения, алкоголя, активные занятия, спортом, правильное питание. Все это очень сильно влияет на наш организм, особенно на здоровье психики и мозга. Также важно контролировать давление и уровень сахара. Диабет – один из факторов риска деменции, как и высокое артериальное давление. Поэтому при первых подозрениях обращаемся к врачу и тщательно следуем рекомендациям. Еще не стоит забывать давать мозгу различные новые задания. Нам кажется, что мы каждый день что-то делаем. Значит, мозг постоянно в работе. Но рутинные задания – это не то. Нужна именно новая деятельность, новые хобби, новые интересы. Попробуйте выучить новый язык, начать делать то, чем раньше вы никогда не занимались. Шить, рисовать, учить стихи, плавать. Все это будет формировать новые нейронные связи и снижать риск заболевания деменцией. Ну и последнее, пожалуй, самое грустное. Но сказать об этом я, как доктор, обязан. Деменцию чаще обнаруживают у одиноких пожилых людей. Это связано с предыдущим пунктом. В одиночестве нам делать ничего не хочется. Поэтому, когда есть о ком заботиться, когда мозг постоянно в делах и заботах, это положительно влияет на мозговую активность. Приглашайте своих родителей чаще в гости. Можете купить им домашнее животное или предложить какое-то новое хобби. В общем, все новое для нашего мозга будет формировать новые нейронные связи и выстраивать лучшее взаимодействие между клетками мозга. Это поможет сохранить трезвость ума до глубокой старости. Заботьтесь о своем физическом и ментальном здоровье, о здоровье своих близких. И подписывайтесь на мой канал, чтобы всегда знать, как это делать. С вами был я, доктор Длин. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова